МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордый и отважный народ с богатой историей и культурой. Он славится своим мудростью, трудолюбием и гостеприимным сердцем – азербайджанцы. В мире их насчитывается около 50 миллионов человек. Из них более 10 проживают на территории Азербайджана. По одной из версий, название страны означает «храм огня». И это оправдано, ведь именно здесь жители привыкли делать все с исключительной страстью и запалом, а тысячелетняя история совмещается с новейшими веяниями. Особенно это заметно в Бакум, где современная архитектура живет в гармонии со средневековыми постройками. Добро пожаловать в азербайджанский дом. В таком доме со своей семьей проживал зажиточный бакинец. Строение двухэтажное, выполненное из белого песчаника. Издалека видно балкон. Здесь семья отдыхала, вместе пили чай, играли в настольные игры и любовались природой. Окна дома выходили на восток и на запад. Такая планировка была тесно связана с религией. Азербайджанцы не могли пропустить намаз – традиционную молитву, которая совершается утром и вечером. Ковроткачество – жемчужина прикладного искусства Азербайджана. Изделиями застилали не только пол, но и украшали стены. Также ковры считались показателем достатка семьи. Мы можем здесь наблюдать как раз-таки несколько из этих ковров, которые действительно имеют большую ценность как культурно-историческую, так и в денежном эквиваленте стоят немалых денег. Вот если мы посмотрим правее, мы можем увидеть на стене, висит ковер губинской школы «Ковроткачество». Ему больше 63 лет. На полах у нас находятся два ковра. Орнаменты указывают на то, что это Карабахская школа. Камин использовали исключительно для обогрева дома. Пищу предпочитали готовить на улице, в специальных глиняных горшках. Была и другая утварь – казанок для шахплова и вот такой кувшинчик для омовения перед молитвой. А вот и всем знакомый самовар. Кстати, у азербайджанцев он свой. Азербайджанский самовар вытянутый, а русский самовар – дутый. Мы можем это наблюдать в любых сказках и понять, что это действительно так. Но в этой нише мы можем наблюдать металлические медные изделия, видно орнаменты, гранировки. В Азербайджане есть определенные села и районы. В основном это горные села. Одно из них логич, в которых как раз таки занимается этим ремеслом. В этих сосудах хранилось масло, молоко, вода и вино. Считается, что виноделие в Азербайджане зародилось более 5000 лет назад. Активное развитие отрасли началось в 19 веке. А легендарный портвейн Ак-Дам был известен во всем Советском Союзе. Люди, приезжающие в Азербайджан, не зная об этом напитке, употребляя его, понимали, что это что-то невероятное. Закупались в огромных объемах, уезжали. Хотя в Азербайджане это считалось не самым-то и дорогим. Это говорит о качестве азербайджанского винотеля, который до сих пор практикуется. Например, в Шамахе проходит каждый год теперь фестиваль вина. В доме отсутствовали традиционные кровати. Вместо них мягкое, просторное, а главное – функциональное спальное место. Находились вот такие-то общаны. Они состояли из большого количества матрасов, подушек, балыш или ястых, или дойщай по-другому их называли. Эти матрасы сворачивались и клались определенные емкости в стенах и закрывались коврами. Гардероб женщины мог многое о ней рассказать. Так, например, замужняя носила темную одежду – синюю и голубую. Девушки же одевались ярко, предпочтительно в зеленый, красный и розовый цвета. Кстати, по количеству подолов на юбке можно было легко понять, насколько состоятельна ее обладательница. Чем их было больше, тем зажиточнее считала женщина. Азербайджанское платье отличалось еще тем, что на него добавлялись монеты, украшения в виде монет. Они были медные, это если не самые богатые. Чуть-чуть позажиточнее, то они уже были из серебра. Но самые богатые, естественно, украшались монетами из золота. Позади как раз мы можем наблюдать на другом костюме, который на манекене, вот такие монеточки. Самым любимым напитком азербайджанцев считается ароматный черный чай. Его принято пить из специальных стаканов грушевидной формы. Они называются армуды. С азербайджанского слово «армуд» переводится как «груша». Это красивый и практичный стакан. Человеку во время длинных бесед за чайпитием удобно его держать. Кухня Азербайджана славится своим богатством блюд и разнообразием вкуса. Ни одно чайпитие не обходится без сладостей. Каждое имеет свой сакральный смысл. Так, ромбовидная форма пахлавы означает четыре стороны света. Сладкие пирожки с орехово-медовой начинкой называются шакербура и символизируют полумесяц. А круглая булочка шор-гагал напоминает солнце. Рассыпчатый нежный рис, обилие сухофруктов и хрустящая корочка. Это роскошное блюдо является одним из самых древних на земле. Им принято угощать дорогих и уважаемых гостей. Без него не обходится ни один праздник. Его величество – азербайджанский шах-плов. «Этот плов удивителен тем, что рис готовится отдельно, он отваривается 5-7 минут, а сухофрукты с мясом томятся отдельно. Поэтому это уникальный плов. Он не похож ни на какие-то азиатские, ни на какие-либо другие народности. Это только азербайджанский. Он считается сладкий царский плов». Лук нарезается полукольцами. Он предварительно вымачивается в холодной воде. Это поможет смягчить вкус и избавиться от горечи. «Чем больше лука, тем блюдо вкуснее. Чтобы слез-то не было. Глубоко дышим, дышим глубоко». Для блюда берется мякоть телятины. Мясо нарезается кубиками и отваривается. «Наш национальный плов-шах-плог, он готовится только на топленом сливочном масле. Ни в коем случае не добавляется никакое-либо растительное масло. Поэтому сейчас мы его будем растапливать и будем обжаривать лук». Лук обжаривается до золотистого цвета. «Теперь мы его перекладываем. И здесь будем дальше жарить мясо с сухофруктами. А потом только их соединим». Еще одна особенность азербайджанского плова – отсутствие моркови. Вместо нее – чернослив и курага. «Промытую. Обязательно промытую. Это курага мелкая, как монетки, поэтому ее нарезать тоже не надо. Если крупная, ее можно разрезать на две части или на четыре части. Перемешиваем». Не забываем про изюм. Он подарит блюду пикантный сладковатый вкус. «Конечно, особенность этого плова – добавка еще каштана. Но так как у нас пока еще каштан не созрел, то мы его заменим грецким орехом». Мясо, сухофрукты и лук смешиваются. Нужно им дать немного потомиться. А пока подготавливаем рис. Крупа предварительно промывается. «Мы используем только длиннозерный рис. И желательно сорт басмати, потому что он вкусный. А вообще у нас есть в Азербайджане свой рис длиннозерный. Он очень вкусный. Мы иногда привозим или привозят наши родные и близкие». Куркума подарит рису золотистый оттенок. Крупа запускается в кипящую подсоленную воду и варится 5-7 минут. Затем откладывается на дуршлаг и промывается. Казанок для шахплова смазывается топленым маслом, как и листы лаваша. Они аккуратно выкладываются на дно формы. Сверху насыпается слой риса и поливается маслом. Затем еще один. И так нужно заполнить емкость до краев. Сверху делается небольшое углубление для начинки. Докладывается рис, все щедро поливается маслом и накрывается листом лаваша. Блюдо отправляется в духовку на час. Выпекается при температуре 180 градусов. Плов готов. Для подачи аккуратно переворачивается блюдо и нарезается. Если хрустящая корочка получилась, значит угощение удалось. «Наш шахплов готов. Всем приятного аппетита. Ждем вас в гости». После вкусного обеда можно и отдохнуть. Самая, пожалуй, распространенная настольная игра в Азербайджане – это нарды. Их родиной является Восток. Примечательно, что на доске часто изображают бакинскую девичью башню. Даже существует легенда, связанная с этой достопримечательностью. Был правитель, у которого была прекрасная дочь, которая любила просто людина, а отец хотел выдать ее за богатого. Ну и по одной из поверья она не выдержала такой несправедливости и сбросилась в пущу на Каспийском море прямо с высоты этой девичьей башни. Есть и другое объяснение такому названию. Имя девичья встречается и у других башен на территории Азербайджана и Востока. Оно означает непокорность и неприступность крепости. Азербайджанская культура богата и многогранна. Национальную музыку невозможно представить без Узиира Гаджибекова – великого композитора, публициста и общественного деятеля. Литература немыслима без Мухаммеда Физули – классика азербайджанской поэзии, авторы поэмы Лейли и Меджнун. А Амина Дельбази известна как азербайджанская советская танцовщица и хореограф. Подробнее про культуру вы узнаете в следующем выпуске программы.